Я начну с такой самой презентации небольшой. Можно сказать, что сегодняшняя встреча это такой преждевременный бенефис. 19 лет назад я публиковал свою первую статью. В следующем году будет 20-летие моей публицистической деятельности. Статья называлась «Национальные интересы русских». Была она публикована в газете «Дума», которая выпускала Московский городской совет народных депутатов, которому я имел часть принадлежать в качестве народного депутата. И здесь вот есть мои коллеги по борьбе тех времен, и о которых, и о которых уже позабылось. Сейчас мало вообще кто помнит про те битвы, которые происходили на московском уровне, в особенности вокруг Московского совета, потому что самый такой сочный кусок собственности раздевали именно здесь. И раньше, чем где-либо еще. В 90-е уже там началось, в 91-й год, в 92-й. А страну потом под нож пускали несколько позже. Московский совет был на переднем крае борьбы, и поэтому он закончил свое существование специальным указом Ельцина, чего не было по отношению к другим областным краевым советам. И интернет-указом. Да, специальный, то есть единственный указ был по поводу распуска Съезда народных депутатов Верховного совета и Московского совета. Никакой совет больше не удостовелся такой чести тогда быть распущенным. Ну, видимо, сильно мы насолили тогда Вера Михайловича Лужкова, который по моим представлениям потом не то чтобы впрямую преследовал, но дал задание, чтобы ни одна голова из тех, которая поднималась в те годы, до 93-го года, больше уже никогда не поднялась. Второй элемент бенефиса – это необычайная урожайность изданий за моим авторством, которые вышли в этом году. Вышло 7 книг, вот включая эту книгу, которую я только что получил в руки, «Обыта русского сопротивления», вышло 7 книг, причем это не брошюрки, а вот книги такой толщины по 400-500 страниц. И единственная книга небольшого формата, выпущенная издательством «Книжный мир», называется «Настоящая Спарта». В ней я просто некоторые свои задумки, связанные с историей Древней Греции, реализовал в таком небольшом тексте, но который зато очень плотно набит разными откровениями, которые я не в порядке ревизии истории сделал, а в порядке переосмысления ее на той фактической базе, которая, в общем-то, известна, но некоторые факты либо интерпретированы слишком однозначно, либо имеют какой-то политический оттенок, связанный с современностью. Вот, может быть, два слова об этой книге, поскольку любители русской истории обычно являются и любителями истории вообще, и античной истории в частности. Я просто посмотрел, ну, какой-то, помните, был период, я, правда, несколько раньше начал интересоваться историей, чем вышел фильм «Триста спартанцев». Ну, когда я посмотрел этот фильм, я пришел в ужас вообще, что вбивали в голову, то есть это не имеет никакого отношения к истории, этот фильм. И в тот же период на волне инвизиазма стали выпускать разные ученые такие книжки, близкие к пониманию непрофессиональных историков, обычных граждан, обычных читателей. И, перечитав несколько книжек, я тоже пришел в ужас от того, что там Спарту называют тоталитарным государством, что вот такая вот недемократическая была организация, общество, совершенно неправильная, то ли дело любезные Афины, значит, любезные всем демократам всех времен. Я достаточно быстро понял, что интерпретация древней истории в основном обусловлена системой ценностей эпохи просвещения. То есть именно так воспринята и прилицована древняя история, чтобы эпоха просвещения со своими идеями продвинулась дальше до современности и себя прославила. И якобы те идеи, которые в эпоху просвещения были взяты за основу общественного идеала, были реализованы когда-то в древности, и тем самым эти идеалы были обоснованы тем, что уже когда-то это было, уже когда-то была вот эта распылесовка там демократы, недемократы, олигархи, аристократы, монархи, демократии и так далее. И я просто попробовал историю древней Греции, достаточно хорошо известную, описанную в учебниках, рассмотреть с другой стороны, как если бы вы играли шахматную партию, потом развернули доску и сыграли бы другими фигурами. Вот примерно так я попытался рассмотреть историю древней Греции со стороны Спарты. Есть ли там какие-то оправдания тем или иным действиям, откуда они происходили. И несколько небольших открытий, мимо которых историки прошли, правда некоторые я потом обнаружил, читая уже такие очень профессиональные, узкопрофессиональные труды. Ну вот, например, я обнаружил полиэтничность Спарты. Об этом вообще никто не знает и не представляет себе, что был правящий этнос спартиатов, а основная масса-то принадлежала к другим народам. Мало кто знает, что две династии царские в Спарте принадлежали тоже к разным народам. Одна династия, которая завоевала Хелопонес, а другая, представлявшая скорее автохтонное население и частично завоевателей, но из другого племени. То есть есть много таких небольших нюансов, связанных, например, с интерпретацией результатов военных операций. Например, все время считается, что такой замечательный полковой цепоминонт начал громить спартанцев, которые до сих пор были неуязвимы. Почему так? Ну вот только недавно я прочел в такой сугубо специальной книге, интерпретацию, не интерпретацию, а сообщение просто о том, что в Древней Греции все битвы носили ритуальный характер. Никакой военной хитрости не предполагалось. Выстраивались две фаланги, и фаланги бились между собой. Царь обязательно должен был, или там главнокомандующий, начальник должен быть на правом фланге в любом случае. То есть это был канон, такое вот состязание, подобное состязанию двух воинов или двух олимпийских борцов, никак иначе. А ипоминонт первый сломал эту традицию. То есть были элементы партизанской войны, которая началась во время пелопонезских войн, но ипоминонт первый, который отказался от канона, когда определялось время, битвы, место. И если кто-то не хотел биться, они просто разворачивались и уходили. Их никто не преследовал и не добивал в спину никогда. Если армия побежала, то победившая сторона останавливалась, устанавливал трофей, увенчивал брошенным оружием какое-нибудь дерево, и все. То есть никто никого не добивал. А ипоминонт, во-первых, сломал строй, он сделал косой строй, то есть не вся фаланга вступила в действие одновременно, и перенес ударную силу справа фланга на левый. И этим обеспечил себе успех в первой битве при Лехтрах. И во второй битве попытался сделать то же самое, но наученные горьким опытом спартанцы его разбили, и сам ипоминонт погиб. Но почему-то в исторических скрижалях пишут, что первая битва была полным разгромом, хотя это не так. Спартанцы отступили в порядке и потом отбили наступление филанцев. А вторую битву вообще почему-то считают, что спартанцы тоже проиграли, ипоминонт, хотя и погиб, но битва вымерла. Это не так. И много таких мелких нюансов, также связанных с происхождением спартанцев, разных теорий на этот счет. Вот все это в очень небольшой книжечке с многими иллюстрациями, которые я тщательно собирал. Вот издательство «Книжный мир». Перечислю книги, которые в этом году являются свежими, и которые находятся в продаже. Издательство «Книжный мир. Настоящая спарта». И недавно выпущены две книги к книжной ярмарке. Это «Родина против бесов. Истории блока и партии Родина». И «Как убивали СССР, кто стал миллиардером». Это скорее начало 90-х годов. И там обсуждаются темы, знакомые мне как раз по работе в Московском совете. Темы, связанные с приватизацией в Москве, но также и другие. Там описывается художество Чубайса, Березовского в Москве, Лужкова, разумеется, Ельцин со всей его фоноберией. Для чего все это нужно? Вот та и другая книга о Родине и о начале 90-х годов. Все это необходимо, чтобы о нашем времени складывалась летопись. Некоторые аспекты нашей жизни вообще не оказываются вне какого-либо внимания историков. Текущая история – это публицистика. Публицистика всегда заряжена текущим моментом. А вот посмотреть на ситуацию несколько более объемно, с некой документальной основой, это очень сложно и очень редко встречается. Недавно, скажем, прочел книгу Полторанина «Политика в тротилом эквиваленте». Вроде бы казалось, что человек был вице-премьером. Написал толстенную книгу, которую поднять довольно тяжело. Но оказывается, что вице-премьер абсолютно несистемно наблюдал за своим собственным временем. То есть круг его интересов, круг его обзора, которым он наблюдал историю, настолько узок, что просто диву дается. Человек рядом с Ельцином ходил в течение нескольких лет, а не осталось ничего. То есть остались какие-то мелкие эпизоды, не говорящие ни о чем. Мне очень жаль, что в книге есть интересные эпизоды, которые мне, скорее, как такому же наблюдателю любопытны. Но в целом, мне кажется, что люди, находящиеся на столь высоких постах, все-таки должны видеть ситуацию более глубоко. То же касается, моя первая книга была выпущена в 95-м году, и как раз касалась того, о чем все забыли, о чем я начал свое выступление, о Московском Совете народных депутатов. Вообще не осталось никаких следов. То есть ни одной книги о Московском Совете никто не выпустил. Хотя это было три с половиной года борьбы, которая для некоторых людей кончалась вместе с жизнью. И там, конечно, рассмотрены 91-93 годы, и отчасти эту информацию я повторил и в книге «Как убивали СССР». Потому что убийство страны, это был не какой-то разовый акт. Собрались, договорились, что-то там подписали. Это было систематическое уничтожение, причем основанное на определенном идеологическом подходе. Страну надо истребить, потому что она лоха. Ее не должно быть. Это было абсолютное убеждение, вот, кстати, в книге «Полторанин» это можно проследить. Абсолютное убеждение Ельцина и всей его группировки, которая была вокруг, что страну надо истребить. Такой страны не должно быть в природе. Истреблять ее, в том числе, не только расчернив ее на куски, но надо изничтожить ее благосостояние, погрузить в нищету народ. То есть это был их выбор. Это не то, чтобы они в чем-то ошиблись. Они стремились именно к этому. И вот некоторые мемуарные произведения подтверждают эту догадку. Вторая группа книг, тоже три книги, выпустила издательство «Традиция», в том числе и вот эту книжку «Опыты русского сопротивления». В начале года была издана книга «Русофобия в России. 2010 год». Тоже такая довольно увесистая получилась книжка. Там дается обзор социально-экономического положения русского народа, правового положения русских людей. И за 2010 год все истории репрессий против нашего народа и отдельных его представителей, прежде всего, против тех, кто проявляет политическую активность. Вот этому посвящена первая книга издательства «Традиция». Вторая книга, это такой двухтомник получился под общим названием «Осколки эпохи Путина». Там я подвел итог своей персональной деятельности в Думе, за которую отвечаю лично я. То есть я там не писал ничего о родине, там можно только вскользь. А вот чем конкретно я занимался и каким выводом приходил в этот период. Объем информации оказался достаточно значительным. Я думаю, вряд ли кто из действующих или прошлых депутатов осилил вот такую работу. Проанализировать свою собственную деятельность, связанную с массой дел, криминального характера, коррупции, работы самой Думы, как все это там происходит, внутренняя кухня. И вот эти все дела у меня хорошо была поставлена работа моих помощников. И вспомню их имена. Это покойный Сергей Петрович Пыхтин, который, к сожалению, скончался в этом году. Он вел юридическую сторону и те законопроекты, которые вносились от меня лично или от какой-то группы, но исходили, инициатива исходила от меня, все проходили через него. В том числе и два фундаментальных закона, которые так и не дошли до думской трибуны. Один закон был связан с масштабной реформой уголовного права и выделением там особой темы государственных преступлений. Думаю, что когда-нибудь мы его используем в нашей деятельности. И второй закон, который условно назывался в работе «Закон о мятеже», выносили, мы его отправляли на отзыв правительства под названием «О противодействии, поседательству на конституционный строй и территориальной целостности Российской Федерации». Тоже такой очень увесистый закон, очень объемный, но думская бюрократия там заблокировала все. Как это делалось с технической стороны образа, что было содержание этих законов. Все вот там, в этих двух домах, они, правда, выпущены небольшим тиражом, но, слава богу, они где-то отложатся в библиотеках, в личных или в общественных библиотеках, и хотя бы будет для будущих поколений некий источник, чтобы можно было разбираться с тем, что вообще происходило в нашу эпоху. И поскольку позиция нашей маленькой команды была очень въедливая, я забыл еще упомянуть второго своего помощника, Всеволод Игоревич Меркулов, историк, кандидат исторических наук, он как раз взял на себя черновую техническую работу, и все дела, которые мы вели, в полном порядке находились, когда я уже работал с архивами, у нас каждое дело, мы цеплялись в какую-то тему, и мы ее грызли годами. Все было подобрано, и с этим легко было работать, и в электронной форме, и в бумажной. И я надеюсь, что мы продолжим сотрудничество с теми, с кем сотрудничали в тех, в ту эпоху. Вот, и третья книга издательства «Традиции» — это «Опыты русского сопротивления». Здесь в основном речь идет о правозащитной деятельности, моей собственной деятельности правозащитников в кавычках против меня. Здесь вот эти эпизоды описаны в деталях и лицах с документальной точностью. Ну, и некоторый анализ, условно, тоже присутствует. И последняя книга, которая, к сожалению, достаточно слабо представлена в книготорговой сети, это книга, написанная с Борисом Алексеевичем Виноградовым, тоже с нашим коллегой по Думе. Она называется «Стать русским в России». Это вообще первый опыт такого написания совместной книги, когда бывает так, что вот с Сергеем Петровичем Пыхтином мы однажды писали книгу, где каждый отвечал за свою главу, то есть мы не вмешивались в тексты соавтора. А в данном случае было вмешательство полное, и каждый из нас отвечает за всю книгу целиком. Тоже достаточно крупная книга. Мы поначалу ее писали по просьбе руководства Народного собора, но потом Народный собор как-то утратил интерес. И книгу выпустило издательство «Поколение» на хорошей бумаге, с такой красивой обложкой. Книга в основном посвящена идеологии. Мы совместную деятельность с Борисом Алексеевичем начали давно, еще в думский период. Но вот в книге мы перед тем, как книга была выпущена, мы написали несколько статей, которые потом были втиснуты в эту книгу, переделаны, подстроены под общую концепцию. Их основная мысль была проследить, с одной стороны, очень конспективно русскую историю, с некоторым таким взглядом, который редко встречается. Это о роли русских государей и о роли церкви. Но именно в таком конспективном ключе, то есть это не фундаментальный какой-то труд, а скорее публицистическая часть. А вторая часть идеологическая. Как из всего этого, из тех ценностей, которые вызревали в русской цивилизации, выкристаллизовывается понимание того, что нужно делать сейчас. И мы с ним написали обзор ситуации, как мы видим, именно исходя из ценностей русской цивилизации на сегодняшний момент. Написали, что необходимо делать немедленно и срочно, то есть такую программу срочных мер, которую назвали вслед за Иваном Леевым национальная диктатура. И образ будущего. Нас отчасти спровоцировало сочинение медведевских аналитиков, которые описали нам будущее в своей концепции, примерно в таком ключе, как они видят сегодняшнюю Европу. Вот сегодняшняя Европа – это идеал для этих людей. Они считают, что мы должны жить вот именно так. Там ничего русского, ничего российского, никакой русской истории, ничего нет. Просто такой вот усредненный псевдоевропейский стиль. Мы попытались представить русскую Россию, какой она должна быть, какой общественный идеал должен воплотиться в жизнь. Вот этому посвящена еще одна книга. Итого семь книг. Я думаю, что мы можем на сегодняшней встрече говорить не только о книгах, тем более, что большинство, скорее всего, эти книги не читали, или максимум успели только пролистать. Можем мы говорить о том, что происходит у нас сегодня в стране. И, по сути дела, все это отражается в публицистических произведениях и в том, что можно назвать политической аналитикой, чем я занимаюсь более или менее постоянно. Недавно прошедшие события Конгресс русских общин, который взволновал многих из нас, многих из вас, наверное. И общее представление о том, что будет происходить в грядущем, исходя из того опыта, который мы имеем. Вот Николай Сергеевич здесь присутствует тоже, в свое время написал о нашем опыте думском. И я думаю, что этот опыт для нас тоже очень важен. Я думаю, что можно сегодня будет задать вопросы мне, но также я приглашаю тех, кто хочет поразмышлять на эти темы, тоже выступить, чтобы все не превращалось в бесконечную речь от автора тех книг, которые еще не читаны, не усвоены. Ну и давайте перейдем тогда к вопросам и репликам, выступлениям, суждениям. Что там было в Радисон-Славянске? В Радисон-Славянске собралась фактически команда, которая ушла с политической сцены в 2006 году. Те региональные отделения, которые либо погибли в 2006 году, уже сразу, не собираясь вступать в праведливую Россию, или же просуществовали некоторое время, год, может быть, полтора максимум, в рамках «Справедливой России» убедились, что это не то, о чем все мечтали, и что перспектив здесь нет никаких. Эта команда была собрана. И в значительной мере эти люди прошли путь в 90-х годах вместе с Рогозиным, в путь ангресса русских общин. Примерно он проходил в рамках с 93-го года, с первого съезда, который проходил в колонном зале дворянского собрания, и до 2001 года, когда руководство было передано Сергею Юрьевичу Блазьеву, но с тех пор деятельность КРО прекратилась практически, хотя передача была достаточно хорошо обставлена. Попытка возродить Конгресс произошла в 2006 году, но в том же году власть ликвидировала все юридические лица, которые имели такое название, Международный конгресс русских общин, Российскую общественную организацию, Всероссийское движение и так далее. Ликвидировала все, а по поводу устава, который мы пытались зарегистрировать тогда, нам из Минюста прислали бумагу, что поскольку в уставе предусмотрена защита интересов русского народа, это означает выделение отдельной этнической группы, значит, неравноправие, то есть это экстремизм. И вот такое письмо тогда пришло. Сейчас в результате каких-то, я не знаю, и, наверное, не буду знать в ближайшее время, договоренностей Дмитрия Рогозина с властными группировками, ему позволили зарегистрировать Конгресс русских общин, вот на базе прежнего нашего актива это было сделано, а съезд был предназначен для того, чтобы объявить о том, что организация возродилась, и о том, что она намеревается не погибнуть в ближайшее же время, а участвовать в политике. В значительной мере вот тот шквал критики, который возник в интернете и в различных средствах массовой информации обусловлен, во-первых, тем, что журналисты совершенно исказили то, что там происходило, а во-вторых, с готовностью патриотической публики к тому, чтобы кого-нибудь заклейнить. Это очень удобно. Ничего не делать, клеймя всех остальных. Реально на съезде приняты такие решения. Первое решение – участвовать в выборах. Как участвовать при голосовании, открытое голосование не обговаривалось. Но я был единственным против этого. Еще два члена московского руководства КРО воздержались. А дальше было тайное голосование, при котором каждый мог дать волю своим представлениям о жизни. Голосование по трем пунктам. Первый пункт – это не принимать участие в выборах. Второй пункт – это принять участие в выборах, заключив соглашение со всеми партиями, которые имеют шанс пройти в Думу. И третий пункт – с весьма витиеватой формулировкой. Заключить соглашение с избирательным объединением, которое выглавляет Владимир Владимирович Путин. Ни одного слова про Народный фронт не было сказано. Ну там с трибуны однажды прозвучало что-то про Народный фронт, но никаких решений, и никто не призывал никаким решениям. Тем не менее, весь интернет и все СМИ были полны набитой информации о том, что Конгресс русских общин вступил в Объединенный Народный фронт, или там общероссийский Народный фронт. Не вступал и даже не собирался. Другое утверждение – это вот Конгресс русских общин лег под Единую Россию. Ну тоже ничего подобного не было. Пока еще нет текста соглашения. Уверяю вас, когда этот текст появится, то многим по-хорошему надо было бы свои слова взять назад, потому что это соглашение посвящено интересам русского народа. Какие бы там ни были мягкие формулировки, в любом случае это наш интерес, заявленный наш интерес. Исходно текст готовил я еще в июне этого года, и мы тогда думали, что мы будем заключать контракты с политическими партиями. Вот такой текст контракта был подготовлен. Я не знаю, в каком состоянии он сейчас. Я подумываю о том, чтобы взять этот исходный проект, взять и опубликовать, чтобы люди поняли вообще, о чем идет речь и в чем был замысел. Замысел был в том, чтобы предложить такого рода контракт власти. Власть, чувствуя, что происходит в стране, по крайней мере те, у кого еще голова на плечах работает, должны пойти на сотрудничество с русской организацией. И то, что они пошли, показывает регистрация Конгресса русских общин, как юридического лица, как всероссийской организации. Мы смогли бы эту власть обязать некоторыми тезисами, которые они вправе отвергнуть или принять. Примут, замечательно, праздник. Отвергнут, тоже праздник, потому что мы как раз показываем, конкретно против чего они. Вот этот, тот текст, который составлял я, был запредельно жестким. То есть я даже не представляю себе, кто может такой текст подписать. Даже среди партий, которые не принадлежат к власти и являются, или считают себя оппозиционными. Посмотрим. Я все надеюсь, что, может быть, какой-то проект опубликован будет. Но что-то у меня уже начинает угнетать усталость от этого ожидания. Я, наверное, в ближайшие дни опубликую этот проект. Ну и одновременно думаю, что я спровоцирую на публикацию этого проекта, который там где-то за кулисей обсуждается. Продолжение следует...